Привет всем, с вами Роман Бут и сейчас мы посмотрим видео с клан Вара в рамках ВК3Л, Митэй Мейкерс против ВНВ, Люцифер против Гага Трай. Ну Люцифер это очень известный такой демонический парень, который отличается своими навыками насилования андедов в любых, простите, эльфов, в любых условиях. Ну поэтому именно мы от его глаз и будем смотреть все происходящее, потому что именно он герой всех вот этих баталий ушастых и нежитя. Стандартный был лодер для перехода в гули, крипт, алтарь, зиг, одна гуля здесь построится, потом чуть позднее с появлением зига наймем герой, это будет ДК. Часто будем продавать телепорт для того, чтобы получить экономическое преимущество в начале, ну и там воткнуть второй крип, попробовать захарасить. Ну и вообще много чего можно изобразить, все играют по-разному, но эффективных стратегий просто масса. Аккуратная такая, не торопится застраиваться Люцифер, зная, что соперник все равно не сможет ему прийти и что-либо сделать. То, что он понимает, что его тут же окружат, там минус-герой будет и много других неприятностей. Акалит шестое наконец-то приходит на разведку к эльфу, видим демона и сразу пытаемся куда-нибудь спрятаться, где бы нам не получать. Опа, да, и вот находим узкий проход, на котором мы... Ой-ой-ой, смотрите какой грамотный ГГ-3. Веспом запер проход, чтобы мы рабочим не смогли вот это разводилу устраивать и пробегать в тонкий проход, куда демон не может пролезть. Ну что поделаешь. Так, видим Веспа, разведчика. ТП мы продали, купили палку и песок. Соответственно, за счет того, что мы продали телепорт, уже на четвертой ГУЛе мы спокойно заказываем апгрейд на Тер-2. То есть у нас будет раннее улучшение, ну и, соответственно, будет там много гард, много Тер-3 или еще какой-нибудь такой неприятный для эльфа штуки. Так, вот тут мне пока не совсем понятно, где древо войны у ночного эльфа, и это даже очень похоже на Тэч. Так, убиваем Койлом Беспа. Здесь много-много-много Мунвелов. ГГ-трай походу решается играть очень аркадно, он делает Тэч, но обратите внимание, у него этот Тэч ненамного раньше-то закончится. Но у нас есть гарги, у нас все в порядке, все по скиллу делается, а эльф одним демоном бегает. Толком ничего даже сделать он не сможет. Втыкаем Грейвьярд, вот интересно, Финды или гарги, да? Если это будут гарги, то мы обязательно увидим второй склеп. Один раз мы скелет вызывали на базе, вот один до сих пор бегает, колбасится, Хантерс Хоу втыкается. Висп здесь устраивает развод нашему скелету. Встречаемся с Димкой, у которого есть тапочки. И особо здесь как бы ничего и не сделаешь против него. Разве что самому купить тапочки. Да, ДК покупает сапоги скорости и бегает с довольно высокой скоростью. Второго склепа не будет, это будут Финды и Тир-3. То есть гарга пуша не будет. Гули отправляются на криппинг. Ну да, уже пора бы получить второй уровень. А тем временем мы бегаем по базе нашего оппонента. Вот сейчас можно без па диспелить было, потому что сразу двух скелетов бы забрали. Это так называемый плюс ЕВ, плюс expected value, то есть хорошая вероятность того, что в перспективе вы победите за счет того, что совершаете грамотные действия. Так, продолжается беготня. Второй левел получаем ДК. И сейчас я не удивлюсь, если будет нон-стоп Тир-3 заказан. Нет, Тир-3 нон-стопом не заказан, зато заказан первый Финд. И, наверное, после Финда все-таки будет грейт на Тир-3. Ну или будем копить на второго героя и Слаттерхаус. Что же выберет Люцифер? Что-то копит ресурсы, ничего не делает Люцифер. А, ну да, видимо он здесь увидел. Опа, Нага, 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 Пуш. Прикольно. Значит, сейчас будет окружать чужих героев. Так, панда в тапках, демон зато без. И кого мы окружили? Да, мы окружили демона. Очень так классно, красиво. Сразу демон вынужден телепортироваться. Ну, не сразу, он чуть-чуть подрался. И вот с Финдом отправляемся на базу к Эльфу. Да, вот Тир-3 мы заказали. Замикрился Люська, поэтому своевременно не заказал Тир-3. Мог чуть пораньше это сделать. И вот мы уже с довольно неплохой затаркой. Здесь перчатки скорости выпали. Отличный девайс. Нападаем на базу Эльфа. У него лорница уже готова. Как мы видели, там дряда строится. И решает, что особо здесь ничего и не сделаешь, Люська. И отправляется, наверное, крипится. Да, вот на этот магазин идет. В надежде, что ему выпадут шикарные девайсы. Эльфу сейчас сложнее приходится. Крипится ему не так удобно. Так у нас Латер сейчас доделается. Будет микс, наверное, из трех героев. В третьем Лич выйдет. Ну, посмотрим, доживет ли вообще Эльф до таких поздних стадий игры. Так, здесь скелет-разведчик встречает Эльфа. Здесь пока идет криппинг. Я с вашего разрешения немножко помотаю, потому что это довольно долгая игра. Если ее не мотать, она будет очень много весить. И, соответственно, вам будет тяжело ее качать. Здесь мы видим, что строится жертвенник для того, чтобы делать теней, которые будут летать. И чекать обстановку. Так, очень здесь красиво мы проперлись на дряду, который мы, естественно, убиваем. Все дело в том, что оппонент до нас решил покрипиться. А крипы, вот эти троллики, они закидывают в сетку разных юнитов. Ну и, в частности, вот эту дрядку, которая стала легкой добычей. Второй левел у нашей Наги. Доделался Тир-3. Да, сразу Лича. Личу, нужно будет сферу купить. Продолжаем такой, просто уходим в глубокий криппинг. Сейчас третий левел ДК получим или не получим? Наверное, чуть-чуть, да, чуть-чуть не хватит. Три единицы оппатабина. Вот Висп. Его бы кинуть чего-нибудь. Опа, нычка открыта. Сейчас мы нычку заберем. Еще нам девайсы выпадут. Третий левел. У нас есть банка инвола на 15 секунд. Клозу в атак выпадает. Плюс 9. Шикарный айтем для Лича. Ну и Нага с ним тоже подрешивает. Перчатки плюс 3 к силе. Это тоже хорошее айтем. Здесь тень прицепилась за Эльфом, за Наглым, который любит течиться. И летает, чекает обстановка. Мы начинаем строить обомочков. И идем Наглый забирать чужую красную точку. Знаем, где находится соперник. Поэтому это... Ой-ой-ой-ой. Сейчас очень опасно. Нужно девайс подобрать. Да, подобрали девайс. Отличный девайс, кстати, выпал. И вот сейчас будет на нас Эльф нападать. Но к тому моменту мы... А, Эльфу даже не так удобно на нас нападать. У нас есть аура. Мы просто возьмем и свалим. Аура стакаются. У нас получается просто безумная скорость. Вот, к примеру, финды фастовые бегают. Да, ну, в общем, две ауры. Аура ТЧ, аура ДК. Они стакаются. Опа, здесь Хиронюк пошел в Димку. Очень эффективный койл нова. Новый, к сожалению, пока только первый. Но это вполне достаточно. Еще у нас форкет есть. В общем, пушим мы душевно. Так, пытаемся догнать панду, чтобы его забрать. Да, и, собственно говоря, смотрите, окружение гулями. Очень классно. Сразу форкет. Все, минус панда. Вот тебе на настоящий люська, который умеет пользоваться вот этим зеленым верифастом гулей. То есть, за счет своего микро он просто на ходу что угодно окружает, убивает. И сейчас можно убить вот этого светлячка. Он сам себя, существенно, убивает. И забрать еще одну красную точку. В надежде, что нам выпадет еще какой-нибудь имба девайс. Вот при такой связке героев, очень сильный для нюк, очень неплохо будет чародейскую ауру получить. Нет, нам, к сожалению, попадает аура Кадоя, которая увеличивает атаку. И на 10%. Ну, что я могу. Так, тоже неплохо. Круто. Аура-то не стакуется. Придется продать. Или нет. В общем, что-то я запутался с аурами. По идее, все должно стакаться. Ну, ладно. А, с такой же. Все. Они не стакаются, с такой же. И смотрите. Андет закладывает нычку, а его здесь чекают. Начинается битва на центре. Панда уже появилась, но неплохо она сдувает. Но второй левел, это несерьезно по сравнению с третьим. Мы легко расправляемся с чужими дриадами. Идет фокус на дриад, потому что у нас на них повышенная атака проходит фендами. Но потом начинаем забавляться мишками. Но с мишками тяжело, потому что эльф довольно грамотный. Он все вовремя стаффит. И поэтому мы вынуждены даже сейчас отступить. Тяжело одними фендами будет сражаться. Есть, конечно, обом, который немножко не в тему выбежал. У нас койла нет. Ну ладно, так, убежим. Испугали сейчас эльфа. Надавили ему на панду. И серия, что мы ее сейчас нюкнем. Соответственно, эльф начал отходить. И мы смогли цепануть, точнее не цепануть, а спасти своего обомчика. Сейчас мы убегаем. Скорость достаточно высокая. Полет отличный. Нычка достроилась. Скоро будет фрост вирм уже первый готов. И это будет уже задница для эльфа. Потому что у нас... Мы убили ему дриад. Он, скорее всего, не подозревает о том, что у нас такой сюрприз готовится в виде обомчиков. И вот мы видим, эльф нападает на... Ой-ой-ой, нет. Четыре дриады. Все-таки эльф... Да, эльф очень правильно миксует юнитов. Голыми руками его не взять. Тянет время сейчас. Не торопится нападать Люсика. Так, и смотрите. Сейчас пройдет фокус по Димке. Но есть одна трабла. У Димки Реджуф. Поэтому приходится дистразовать. И вот, да. Ново. Форкет. Сразу мало жизни. Задиспелить бы еще. Но нет, не вариант. Не получится. И демон потихонечку регенится. Мы сразу начинаем сносить мишек. Они неплохо под фокусом умирают. Но из-за того, что у нас грамотный оппонент, он пока все ставит. А у нас сейчас один обом имеет все шансы отдастся. Да, обом дается. Зато у нас есть маза забрать. Да, мы забираем отлично панду за счет Койла. Очень все здорово. Дистра нужно отвезти. Ново в Медведя. Сразу его на минус. Вот этого обомчика нужно не терять. Ману у ДК у нашего нет, к сожалению. Есть зато НБУ. И пам. Уходит тут Димка с малым запасом ХП. Зато мы здесь забираем всех оставшихся мишек. Вот, всего один здесь остался. И мы его забираем. Сейчас лимиты в нашу пользу. Тень что-то здесь заблуделась. Не в кассу. Вот. Ой, застафил, застафил, негодяй. Молодец, грамотный эльф. Конечно, ничего не скажешь. Сопротивляется. Но видно, что Люсика лучше чувствует игру. Получает преимущество. И вот этот его микс юнитов очень эффективен. И тяжело играть против него эльфу. Сейчас мы достраиваем дополнительных финдов и статуи. Потому что как бы с мишками мы будем бороться вермом, а финдами будем бороться с дрядами. Ну и плюс обом никогда лишним не бывает. Тени мы чекаем чужие экспанды. Потому что если у оппонента нет экспанды, это очень хорошо. Для нас и здорово. Так, здесь верм лишается пролететься до нычки и замечает экспу. Ну что сказать. Нужно ломать. Ломать будем шахту. Потому что шахта, она дохлая. И по идее у Люсика есть нычки. Неплохо бы на его месте еще грейды качать. Это очень хорошая вещь качать грейды. Потому что финды очень неплохо получают бонус к атаке. И соответственно верм тоже. Ну и обом, разумеется. Вот этот обом, который мы подняли. Сейчас его подняли, чтобы регенить КП на фонтане. На халяву. На халяву, как говорят, фуксус сладкий. И мы готовимся с лимитом 70 нападать на оппонента. Единственное, здесь косяк, какой у нас есть. У нас нет аптечки маны у ДК. Поэтому один бёрн, один койл. И как бы все. На этом ДК становится почти юзлисом. Так. Опять же попытка сломать золотую шахту. Но верма не высокая скорость атаки. Это мы все отлично знаем. Правда, когда мы замораживаем, а у нас грейд на заморозке есть, ничего не строится. И мы вот так вот сейчас можем долгое время нашего оппонента разводить. Главное её ещё стукнуть. Давай-давай. Оп. Ай. Нет, не успел здесь. Не туда стрельнул. Хотел стрельнуть дерево сейчас. Люська так, чтобы... Так, чтобы, в общем, не строилась нычка. Но не получилось. Так. И вот мы продолжаем здесь. Опа. Смотрите. Трупа воска приехала. Это здорово. Потому что мы сможем ломать нычку. Вот так вот. Это круто. Ничего не скажешь. Вот таким хит-н-раном ещё мы потихонечку атакуем. Но дриад немало. Нужно сказать 1-2 грейда у дриад. Эльф молодец. Грейды делает. И да, готовится к нападению сейчас эльф. Потому что понимает, что если он ничего не сделает, то нычку ему убьют. Идёт нападение. И нужно возвращать срочно сейчас. Да, и смотрите. Андет грамотно отходит. Отходит на фонтан. И начинается битва. Лимиты примерно равны. Сразу фокус по верму проходил. Но не вышло. Панда мигом просто задулась и умерла. Вот этот адский херонюк. Сейчас очень высокий левел у героев One Dead. Поэтому он может всё многое позволить. Но вот финда терять всё-таки не стоило. Зато можно забрать. Да, забираем при помощи финдов демона. Всё. GG. Вот такая вот очень сильная связка юнитов. В которой Квай ещё играл на ВЦГ. Но противорка, ДК, Лич и ДК, Нага и Лич. Как только вы раскачиваете героев, они начинают очень сильно фокусить. Очень сильно нюкать. И вы можете за считанные секунды даже таких толстых героев, как Панда, ТЦ, просто складывать. Нейтрализуете и всё. Не говоря уже о хиленьких героях вроде Блэйдмастера, киперов, архимагов, ну или демона-хантеров. Такая вот игра очень показательная. Надеюсь, она вам понравилась. С вами был Роман Бут. Читайте igam.central.ru. Там вы можете найти мой блог, мои видео и много интересностей по Варкрафту. Ну и, конечно же, читайте igam.ru и журналы Громания. Всем удачи! Продолжение следует...